Украина продолжает усиливать военное присутствие в Азовском море в ответ на блокаду России. Сегодня в порт Мариуполя зашли два украинских судна. Не обошлось без провокации со стороны России. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Украинские корабли Донбасс и Корец на рейде в Мариупольском порту. За их прибытием в Азовское море украинцы следили несколько дней. 20 сентября они вышли из Одессы. Когда Донбасс и Корец проходили через Керченский пролив, их сопровождались десяток российских кораблей и даже военная авиация. Россияне шли на опасное сближение, провоцируя украинские экипажи. Вблизи Мариуполя пограничный катер РФ едва не допустил столкновения. Его остановили украинские бронекатера Лубны и Кременчук, которые вышли из Бердянска навстречу новоприбывшим кораблям. В 9.30 утра сегодня с заходом в порт морского буксира Корец завершился переход группы кораблей военно-морских сил Украины в порт Мариуполя. Украина постепенно стягивает корабли в Азовское море. Местные жители в Бердянске такое решение приветствуют. Все, что связано с военной структурой, все надо усилять. Постоянные тренировки. Без этого никак. Это обязательно. Ну, а по-другому. Враг не дремлет. Уже больше недели в Бердянске несут службу два бронекатера Кременчук и Лубны. Их сюда доставили в начале сентября по суше. Неподалеку от дислокации катеров находится управление спасательно-водолазной службы Бердянска. Мы чем можем помогаем военным. У них работают водолазы, мы забиваем им аппараты, они обращаются к нам. Два этих катера, бронекатера, они стоят в порту у причала. Ну, туда доступа нету простых граждан, туда пропускной режим. Ну, а то, что усиливает флот, наверное, это надо. В каком городе будет военно-морская база, в Минобороны не говорят в целях безопасности. Но в Бердянске вовсю готовятся принимать корабли, их экипажи и обслуживающий персонал. Переговоры командования военно-морского флота с мэрией города был переданным один из объектов недвижимости для того, чтобы они создавали базу для своего личного состава, так сказать, пункт ППД, пункт постельной дислокации, который будет находиться здесь, у нас в городе. Усилить военное присутствие в Азовском море Украина решила в ответ на действия РФ. Почти полгода Россия останавливает торговые судна со всего мира, которые идут в украинские порты на Азовском море, задерживая их по несколько дней. Это наносит убытки Украине и ее иностранным партнерам. В то время как Азовское море, согласно подписанному в 2003 году двустороннему договору акватория обеих стран со свободным судоплавством.